Цены на бензин в России снизятся только после снижения курсов валют. Такое заявление сделал накануне вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун. Хотите литр за 20 рублей, но и евро тогда должен стоить не дороже 30-ти, съёрничал клерк. Ух ты! А можно я задам глупый вопрос? Простите, дяденька. А каким образом российские бензин и нефть привязаны к буржуинской монете? Насколько я понимаю, углеводороды тот же «Лукойл» добывает в нашей Сибири, ага. И зарплату добывающему персоналу платит нашими рублями дальше. Полученное сырьё везут на наши нефтеперегонные заводы, где стараниями наших, опять же, соотечественников делается этот самый бензин. Денюжку на НПЗ рабочим платят тоже деревянными. Бензин затем тараканят для последующей реализации в отечественных цистернах. По железке, принадлежащей отечественному РЖД, расчёты с этими ребятами также производятся в национальной валюте. Тогда при чём тут доллар и евро про то, что у вас оборудование заморское, даже не смейте заикаться? Вы с упорством идиота на протяжении 21 года рассказываете нам об импортозамещении, рапортуете к кремлёвскому старцу об успехах на этом поприще. Он, в свою очередь, чешит нам о том же самом по ящику, поэтому они пошли бы вы со своими курсами тугриков да куда подальше. Либо врать, перестаньте и рисуйте реальную картину, например, о том, что в сказке про импортозамещение фуфло, о том, что две трети ваших активов в залоге у иностранных банков, потому что российский банк, это даже звучит как анекдот, российских банков не бывает, есть мелкие жадные ростовщики-лавочники, о том, что вы, наконец, сами давным-давно живёте за бугром, где деньгами с изображением наших городов даже подтираться дурной тон как-то так. Ну что, начнёте? Нет говорить правду. Погнали! Цены на хлеб в августе могут повыситься на 7-12%. Об этом накануне сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя одного из ритейлов. «Производители хлебобулочных изделий только разводят руками». Говорят, слушайте, у нас сырьё в цене повысилось, яйца мука в смысле упаковка, транспортировка дороже стали. Чё мы сделаем?» Поразил ответ, который тут же последовал из Минсельхоза. А мы, парировали чиновники, не видим предпосылок, конечно. Откуда им взяться? Подумаешь, бензин за полгода стал дороже почти на 6%. Подумаешь, тарифы ЖКХ выросли. Настолько же 1 июля вот снова их поднимали. Переработчики зерна ведь вообще не используют, например, энергию у себя на производстве. Они на то зерно посмотрели, сказали «Сим-Сим, преврати его в муку и опа! Готовая мука и совершенно бесплатная». Да и бензин для транспортировки тоже не нужен. Чубай с Рогозиным ведь давным-давно систему телепортации придумали. Дунул, плюнул и тонны муки в пекарне сами собой. Потом по той же схеме готовый хлеб в магазинах окажется. Ну и серьёзно, о чём я говорю, ребят? Все же помнят, да, вот этот вот замечательный ролик из Тимирязевской академии, в котором простая студентка продемонстрировала стране истинную компетентность целого замминистра сельского хозяйства, скреп державной и скреп державы. Кто забыл, я напомню. Хочу вас спросить, как у человека, который, как вы говорите, специалист в деле, в сельском хозяйстве. Чем отличается сахарная свёкла от кормовой? Пожалуйста. Впрочем, есть мнение, что продовольственный дефицит в нашей стране создаётся искусственно. Во всяком случае, мне уже не в первый раз присылают видеоролики, на которых запечатлено, как уничтожается сельхозпродукция сознательно. Морковь, например, бульдозерами давят было по весне, а сегодня та морковь в магазинах под 200 рублей за килограмм стоит. В интернете даже мем появился по этому поводу. Табличка такая с курсами валют, где одну из строчек как раз занимает строчка с ценой на морковку или вот вообще из свежего, пожалуйста. А вот другое кино «Краснодарский край» пшеницу давят гусеницами трактора. Тракторист снял этот такт вандализма, выложил затем в сеть. Зачем давят? А на этом месте дорогу платную собирались строить. Вот чинуши и решили, нафига какая-то пшеница, что они с неё словят? А вот со строительства дороги откаты нехилые, можно поиметь. Да и чинумники-то ведь потом голодать не будут. Им хватает и на хлеб, и на овощи, и на морковь, сколько бы оно ни стоило. А люди? А чё, в России люди есть? Или имеются в виду вот эти вот терпилы, которые раз в несколько лет на выборы должны приходить. Это единственная их полезная функция. Господи, да потерпят. Чё, в первый раз, что ли? К тому же им вон правительство валежник собирать разрешило. Грибы со шляпками больше двух с половиной сантиметров. Так что пока с них станется реальная журналистика, дамы и господа. Новости из нашего дурдома, как всегда, с вами. Поехали! 69% россиян не готовы прививать своих детей против коронавируса. Причина? Люди по-прежнему не доверяют вакцине, в частности, российской. Напомню, на прошлой неделе создатель спутника Ави, господин Гинсбург, радостно сообщил всем нам, что маленьких россиян могут начать спасать его жижи уже в сентябре. В связи с чем, портал СуперДжоп организовал среди пользователей своей площадки соответствующий опрос. В опросе, впрочем, приняли участие лишь 500 человек, поэтому говорить о его объективности, ну, как минимум, глупо. Хотя, боюсь, что это может стать козырем для пропагандистов, и в обозримом будущем мы увидим совсем другие результаты от какого-нибудь продажного путинского вциома, где все будет наоборот. Вдруг окажется, что как раз 70% наших соотечественников очень хотят ширнуть своих отпрысков. И что-то мне подсказывает, что именно так и будет, тем более, что они уже все решили без нас. Демократия, конечно, это прекрасная вещь, Владимир Владимирович, но никогда не касается здоровья человека. Вот хирург, соответственно, и чтобы ко мне полностью присоединиться, надо народ подталкивать к тому, что он защищал свое здоровье. А вот теперь давайте серьезно порассуждаем. Я, если честно, не понимаю смысла всех этих дурацких опросов. Без них, по-моему, очевидно, что граждане об этой бредятине думают. Ну вот смотрите. В декабре 2020 объявили о начале массовой вакцинации среди взрослого населения. За полгода привилось менее 10%. И с чем? В июне 2021 упыри дают старт принудиловки. Людей откровенно запугивают. Ущемляют права. Какие-то QR-коды вводят. Угрожают увольнениями. Главный ЛПДРовец Жириновский вообще договорился до того, что сажать после выборов начнут непривитых. Стращал принятием специального закона. Даже это не помогло. Менее 20% до сих пор привито. И мы сейчас о взрослом населении говорим. Повторюсь, ага, о детей своих. Все эти люди вдруг согласятся отдать Гинсбургу для экспериментов. Серьезно? Кому вы парите мозги? Козюльский. Кстати, раз уж об угрозах увольнения для невакцинированных заговорили, сайт Суперджоп заодно вспомнили, а не забыли, как и на прошлой неделе в четверг, по-моему. Все пропагандистские СМИ пестрили заголовками, мол, Роструд разъяснил порядок отстранения от работы непривитых сотрудников. Народ перепугался, разумеется. Но нашлись смелые и грамотные люди, юристы из Межрегиональной общественной организации за права семьи и напомнили Роструду, что разъяснять законы – это вообще-то компетенция других людей. У нас он им в Верховный суд занимается, когда возникает необходимость, а то иж каждый суслик и гроном, а чиновники из Роструда, как и все мы, должны существующие нормы и правила исполнять, а не от себя тяну придумывать. Кроме того, отметили юристы, российское законодательство дает исчерпывающий перечень профессий, в смысле тех, кто подлежит обязательной вакцинации в случае эпидемии, и, если санитарные врачи на обязаловке все-таки будут настаивать, так вот это работники образования, здравоохранения, а также представители некоторых редких специальностей, но не все подряд в каком-то Роструде назначили жертвами. И даже в этом случае, я про требования санврачей регионов, если вдруг они будут сперва, нужно доказать, что человек вообще является носителем возбудителя инфекционного заболевания и может стать источником распространения заразы. Как-то так. Все, занавес. Друзья, я могу только поаплодировать профессионализму вот этих вот людей, о которых сказал выше. Кстати, ссылку на статью оставлю в описании и в прикрепленном комментарии. Они не поддались эмоциям, как большинство. А мне ведь после моего ролика на прошлой неделе, в котором я предположил, что Роструд лукавит, так вот мне после публикации данного кино такое количество каких-то недоюристов какую-то фигню писали. Вот, люди сели, разобрались и сделали заявление. Учитесь, олухи! Кстати, о том, как нас еще разводят во время данной пандемии, поговорим в следующем выпуске. А пока оставлю вас наедине со своими мыслями. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Это очень помогает продвижению. Потому что YouTube сошел с ума. Цензура здесь скоро будет, как на первом канале. Путина критиковать нельзя. Вакцинацию критиковать нельзя. Вопросы по поводу пандемии можно озвучивать только очень аккуратно или заблокируют. Кстати, в TikTok нас уже заблокировали. Обидно. 50 тысяч подписчиков было. Блокировали за то, что показали, как человеку после прививки стало плохо. Ролик набрал почти 3 миллиона просмотров. Но ничего. Мы создали новый аккаунт и продолжим делать свою работу. Кстати, ссылка на новый аккаунт тоже будет внизу, в описании. Ну и жду вас в соцсетях. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока-пока.